Парадокс, 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 с точки зрения частичных функций, это называемые, ну, в том числе называемые, что понимают правильно, для того, чтобы понимать темы неправильные, частичных, частичных, алкогенических машин кириллера. Что такое? Почему компьютеры так вошли в нашу жизнь и определяют в том числе и развитие математики? Ну, почему-то так вот случилось. Давайте теперь мы поосуждаем, что с точки зрения компьютеров или подобной логики типа компьютера представляют себе наши привычные числа. Ну, мы все знаем, что такое целое число. 5, 6, 7. Оно не требуется для нас особо внимания. Но, с другой стороны, мы знаем, что компьютер только имеет определенные целые числа. 5, 6, 7. Это то, что ему только и доступно. Тогда, что такое будет для нас рациональное число, которое уделяется в смысле n делить на n. n на n – это будет тоже какая-то периодическая дробь, составленная на основании целых чисел. И все больше. Что такое для нас нерациональное число с этой точки зрения? Ирациональное число, то есть непредставленное в виде десятичной периодичной дроби. Оно 12 алгоритм. Значит, это не ад. Не знаю, писать что. Корень из двух – это некая процедура вычисления. Число e – это тоже некая процедура вычисления, задаваемая определенным алгоритмом. Это алгоритм, он следующий. Что один плюс одна вторая, плюс единица на три факторя, плюс единица на четыре факторя. И всякая вот остальная такая штука. Здесь два фактора, два – это одно и точно. Таким образом, мы число e с количеством шагов и итераций можем задавать, мы можем уточнять с какой угодно заданной точностью. С точки зрения такой компьютерной логики, нерациональное число – это алгоритм. То есть мы забываем про то, что у нас учили на опыт классической математики и понимаем. Ирациональное число – это алгоритм. Дальше. Поехали. Если это так. Если это так, то у нас получается, что наш, что этот алгоритм может иметь несколько свойств. Ну, первое. Ты берешь язык, входишь с определенного лога с данными, например, числом 3. И хочу вычислить число e с определенной точностью. Для числа 3, для некоторых данных, это будет 1, 1, 2 плюс 1, 3 с точки. Вот 3 факториала. Ну, вот ты этого вычислили. Подберешь 4, и ты добавляешь до 1 на 4 факториала. Наведу рекурсия. То есть к имеющейся функции ты добавляешь нечто по определенному правилу. Таким образом ты определяешь функцию рекурсивно. Известны числа Фибоначчи, опять-таки. Число Фибоначчи состоит, тоже определяешь их рекурсивно. У тебя давно число n и число n-1. Тогда оттуда ты можешь получить число n плюс n плюс 1 по следующему правилу. Вот число n Фибоначчи, например. Фибоначчи. n плюс 1. Говоряешь как число Фибоначчи. n плюс число Фибоначчи. n минус 1. Вот видите, это рекурсивная задача каких-либо функций. Таким образом мы можем сказать, что на множестве целых чисел заданы определенного рода алгоритмы. Посмотрим с этой точки зрения на парадокс Бродогрей. Бродогрей это такой человек, то есть у нас есть некоторая алгоритмическая машина климинга, так ее называют, которая работает в пространстве всех множеств последующим образом. Эта машинка видит человека. Если этот человек не бреет сам себя, то она его бреет. Если он бреет сам себе, то она его не бреет. Так, да, получается? Вот так работает машинка. Бродогрей это условно. Это на самом деле некая реферсивная функция, то есть некая рекурсия, выполнена на определенного рода несложном языке, то есть на множестве элементов, каждый из которых кто бреет себя, кто не бреет себя. Вот такая вот вещь. Теперь посмотрим, какие могут быть результаты. Ну, первый результат. Как у нас для числа Е, троечку мы задали и чего-то получили некое число. Допустим, мы получили некоторое значение. Вторая эта штука. Мы можем получить некий алгоритм, который будет выбираться на бесконечности. И третья эта штука. Когда у нас этот алгоритм может приводить к определенного рода проблемам. То есть твой алгоритм перестает работать. В самом деле, когда на вход нашей алгоритмической машинке хьюнинга типа алгоритм, оказывается сам алгоритм, тот самый-сам, уникальный элемент, то алгоритмическая машинка хьюнинга, что она не делает? Да ничего она не делает. Алгоритм машина зависает. Алгоритм. То есть, что здесь является важным? Важно, что у нас при помощи алгоритмического задания числа и всякого прочего у нас все пространство чисел делится на рациональные числа. Мы рациональные числа создающимся алгоритмами, а не просто таким числом. И на такие алгоритмы, которые зависают. Благодаря по такому языку мы видим, что множество чисел гораздо богаче. Богаче гораздо. То есть у нас появится новый массовый класс чисел, который, например, можно назвать частичными функционалами. Частичными функциями. То есть они так вообще интенсивны, но иногда на таких вещах, как Банда Гейт, алгоритм билет и зависает. Это очень важный математический объект. Последние 50 лет он очень активно развивался. Хотя я ни в коем случае не специалист, потому что Александр Балачев просто не поставил такой вопрос. И что у Александра Балачева получилось? У Александра Балачева получилось все просто. У вас есть продукция Брадобрея, заданная некотором множестве. А давайте из этого множества исключим в области определения такого человека, как Брадобрея сам. Тогда вот эта самая функция Брадобрея будет на всех остальных чьих видов работать замечательным образом. То есть она может и брить, а может и не брить. Может и опять брить, а может и не брить. Здесь речь идет о том, что мы не исключаем подобного рода человека, типа сам Брадобрея или Мерет Горда Мерет, из рассмотрения. А дело в том, что функция Брадобрея, то есть аналитическая, техническая машинка киринга, на подобного рода области определения не дает никаких осмысленных результатов. Но это не означает, что такие частично инкурсивные функции это исключающие смысла. Это доказывает, что наш математический мир гораздо прорачее, гораздо интереснее, чем казалось до сих пор. Да, вот это и время подобного рода логики функции, заданных на целых числах. Ну так. А парадокс я логу? А? А парадокс я логу? А парадокс я логу не знаю, можно подумать. Что такое парадокс я логу? Ну я вам хочу заметить, что вы заговорили, и мне надо подумать по поводу множества всех множеств. По невозможно, что такое множество всех множеств, да? Оно же тоже опять какое-то англитминга где-нибудь сдается. Ты там хочешь множество какое-то? И, ну, понимаешь, следующее действие. Ты, во-первых, проверяешь, есть ли это множество у тебя в качестве подможества. Если его нет, то ты его к себе присоединяешь. Это у тебя получается некий рабочий такой вот подобного рода алгоритм. А ты говоришь, а так, чтобы вот этот он не включал себя в качестве подможества себя само. И тоже берешь это дело проверяешь, и твой алгоритм не зависает. Но это не означает, что подобного рода функции у тебя, вообще говоря, запрещены. Просто показывают, что их область значения гораздо богаче. Тем не менее, все равно это понятие множества всех множеств противоречилось? Ну, я прям множество всех множеств сказать не могу, потому что я этот алгоритм придумал только что. Если можно подумать именно, то можно придумать что-то другое. Но ведь понятие пустое множества тоже противоречилось само себе. Почему? Потому что это множество, в котором мы находим, да? А что такое множество? А множество – это то, что состоит из каких-то элементов. Нельзя, множество – это много. Ну, вообще-то то, что ты привел, это не нужна никакая машина. Для этого и сам человек, допустим, начинает переверять жителей какой-нибудь директор, да? Да, да. И точно так же, как в одном из этого, как в адресе, другое относится к другому категорию. Он исполняет не те алгоритмы, да? Да, конечно. В зависимости от признака, который присутствует в данном случае, он просто относится к другому. Конечно. Никакой машина, наверное. Нет, подождите, он доходит до продавления, и все останавливается. Да. Никто же не спорит, на самом деле, что это так. Только какое-то отношение имеет к поводу. То есть, в чем логичность? Как понимаешь, это проблема логическая. А ты, я так говоришь, о том, что она алгоритмическая. В алгоритме, да, возникает какая-то проблема, да? В составе, что непонятно куда нести и что. Никто, где-то, например, логическая проблема здесь? Если это алгоритмическая. Промема алгоритмическая. Мы думаем, что да, в плане алгоритмическая. Но зависает алгоритм, и что тут, как бы, что тут? Ну, мы не знаем, в чем тут, как-то, какой-то новый логический объект возникает. Ну, на логический объект, по всевидимости, оказывается, что у тебя... Функции бывают конечные алгоритмы. Бывают бесконечные, которые вызывают рациональные числа иногда. Наглядные вызывают рациональные числа. А бывают такие, что они зависают. Вот эта функция получается частично-эккрусивная. Так-то она обычно не эккрусивная, но частичная, она не функция. Ну, понятно, что есть неисполняемые алгоритмы. Да, понятно. Но они в таких алгоритмах много. Да, конечно. И можно даже показать, что количество неисполняемых алгоритмов в такой логике, а он у тебя, как может, гораздо больше, чем число, собственно, чисел. Хорошо. Допустим, мы берем класс этих алгоритмов, что-то с ним можно сделать. Ты предлагаешь? Да. Все люди, что-то нужно делать. Все люди, чего-то нужно делать. А это что-то типа, как число, а корень из него с одного? Да. Да. То есть, как бы, оно там внутри логически, как бы, есть что-то непонятное, нечто, да? А работать с ним можно. Да. И обозначить как-то или что-то с ним? Да, да. Люди с ним работают, да. Николь-нибудь из нас одного вполне логически понятного. Я просто привык. В общем, привык. Просто это, мы уже определяем комплекс веществ, как новосток порядочных платок. И все равно. Ну, это понятно. Но это все равно, как бы, с точки зрения, там, арифметики, да, там, это понятниче-ниче-то непонятно. Ну, почему? С новосток порядочных платок. Хорошо. А зачем сидят какое-то число «и» это? Можно вообще просто говорить о большинстве порядочных платок. Зачем это придумать? Ну, просто 0 на 1 это число «и» так называется? Ну, можно не только у порядочных платок, но порядочных трое, у порядочных четверых пятых. А без смысла? Никаким не получается там ничего? Ну, вы сказали, все-таки не согласились, что кроме из «и» имеет, в смысле, другой смысл, чем в мостокрабских платок, с операцией умножения и сложения правительственного закона. Коин-селеница, смысл-то? Почему ему это бессмысленно? Ну, со всеми квадраты равно нец. Ну, а нец. Ну, то есть, число, ну и 0,1, ну, в смысле, ну, 0,1, то и в квадрате... Ты не понимаешь, как ты пытаешься его через таро каким-то образом описать. И на самом деле, оно имеет восторг на технический смысл, что операция, например, излечения на комнате подливаешь в область зонекальной комнаты из этих цепных чисел. Это же то, на самостоятельный смысл. Каким образом подливаешь? Просто подливаешь и выживаешь на минулую единицу. Вон минулую единицу, и он не пришел, и потом на больную операцию. А то, что она оказывается из-за молв на контроле, может быть упорядочный пар, это твое большое счастье человеческое. Которое, в сути, вероятно, кормить единицами. Возможно, и вправ, что возможны те объекты математические, которые мы понимаем как зависание алгоритма, может быть, тоже вот так использовать. Да, может быть, и не нужно. Я не говорю, я просто говорю, что я не специалист. Меня призывало слух, что, как Александр Бладачок предлагает попросту, воспользоваться с парадоксом данного элемента, типа область определения функции взял и студен. А мы не будем сужать. Мы будем работать с этим зависающим алгоритмом, как с неким магиологическим алгоритмом. Что значит зависающий алгоритм? Надо говорить, что алгоритм не определит. Частись рекурсивные функции. Это означает, что он показал, что такое алгоритм. Есть рекурсия, а рекурсия задает некое нарастание. Возможно, что эта рекурсия сталкивается с какой-то проблемой, но есть какая-то граница, где возникает такой сбой. Может быть, этот сбой может действительно так, как-то математический алгоритм. Какой-то сбой. Я не думаю, что это магнитический. Я не думаю, что это магнитический. Как ты коррешь жанр подъем умом из описания чисел. Как и здесь можно. У тебя же и рациональное число же, но у тебя есть целое число, рациональное, и тут целое. То есть, тем, наверное, два целых числа будут подруга делятся. А что такое корр или двух? А что такое е? А что такое число пи? Что это такое пи? Причем, как бы, для других это вообще причислили. Мне это непонятно. Да. Это не было не число, это непонятно что было. А ты придешь эту самую е или пи? Ты не знаешь, как определить. А ты Хоуп научился построить сечение на множестве рациональных чисел. Он учился с ними работать. А потом Хоуп, наступил 20-й век, люди начали говорить, что при этом алгоритм. И ей это алгоритм. Что у тебя есть целые числа, а над ними заданные алгоритмы с ними работают. И код из двух будет отходить алгоритм. Мне так странно и не смешно, что число действительно чисел больше, чем число... Да, да, да. У тебя получилось на множестве целых чисел. На множестве целых чисел. Один, два, три. У тебя оказалось большое количество алгоритмов. А когда они начали работать с алгоритмами, как они начали работать с корнями. Ну, не надо учиться с алгоритмами. И, бас, получили корни из миллионов и бился. Ну, все блюнули, пошли без меня. А в правом случае, что вот алгоритм, пожалуйста. Да. А потом взяли... А у нас единица с боя была. Они взяли его тоже как объектом. Да, да, да. В этом суть. Поэтому я имею новое понятие не только рекурсивных функций на множестве целых. А еще частично рекурсивных функций. Не имею вот эту шпатюльную... Действительно. Здесь же не идет перечатор. Мы же пытаемся здесь понять уже во всей полноте. Надо действительно сейчас просто обратиться к математическим объектам. Смотри. Я об этом разделе математики. Говорил, слышал вот только так, немножко, чуть-чуть. Я вас активно интересую. Так. Мы именно с вами интересуем. Я даже слышал, что вообще понятие рекурсивных функций, оно возникло в связи с попытками отказаться от аксиона выбора. То есть построить силу, как бы, максимально, без аксиона выбора. И, видимо, сейчас силу могут быть и теорию чисел. Да. Очень похоже на то. Потому что если у тебя будет, грубо говоря, штуки, где алгоритм будет зависать, ты можешь построить язык множества, но как ты из него будешь что-то не дать? То есть ты не любишь никогда ничего. Не, ну, подзависание алгоритм – это же, как бы, просто намек, да, указание, как к этому прийти, да, и что с этим меркой. Они при себе не возникают многообразных способов. Надо просто понимать, что проблема логическая, им всегда, на самом деле, является… Это просто был на чём… Если это не будет разрешение, оно может быть… Да. Был на чём бы ничего делать. Он просто говорит, а, ну, ну, мы там насматриваем, там насматриваем, а здесь мы и будем насматривать. Потому что это нехорошо. Ну, нехорошо… Нет, ну, вот проблема с зеномом, да, с движением. Получалось, что если вот это рассуждать, да, и делать итерации, то итеративно получается, что движения в группе нет. Да, потому что бесконечная конечность. Да, да, да. Потому что у меня не помню, что отношение двух малых… Ну, да, конечно… Может быть, конечно. Потому что у них одновременно, в скорости, условно говоря, итерации одинаковая, да? Есть такой же розис. Так вот, вот отношение коакси подобных проблем, видимые проблемы Рассел, оно уже как-то математически разрешится. Должен возить только какой-то новый, как, видимо, раздел математики. И много обещается. А Тюнинг и все остальные ребята, они после Рассела пошли, после 30-е, 40-е, 50-е годы. А после этого начинался вот этот раздел математики. Они могут сочетать. В моё время в Маконистике это не понравилось, точно. Какой раздел? Частичная консильная функция. Частичная консильная функция, да? Так раздел называется? Ну, не знаю, как это называть. Многие слова на поле, наверное… То есть, вот эта вот задача, что парадоксы надо обязательно как-нибудь решить, она может быть действительно неправильна. Может быть, с парадоксом надо работать. То есть, проводить некий парадокс. Ну, может быть, какой-то, какой-то, какой-то… И всегда это ошибка мышления. Это же тоже парадокс. Но потом мы целые комплексные числа построили. Потом строили недавно, по большому счёту, вторая половина 19-го века. Вторая половина 19-го. Это герациональные числа, 18-е век, по сути. А автоматизованные они тоже в 19-ом, по сути. Даже уже в конце, по-моему. Не, ну вообще, математика каждый раз так и происходила. То, что было парадоксом для предыдущих математик, становилось неким объектом, да? А математика на нём строила новую математику. Потом двигалась дальше, возникла какой-то парадокс, на этом парадоксе строилась новая математика. Я этой математикой активно… Всё, обещая себе этот раздел математики, выучит. Ни мозги, ни руки, ни ноги, ни честное тело не находят просто. А за чему чиселы? Ну, разобраться. Интересно, надо разобраться. Красиво. Вы согласились, что была простая штука целых числа. Потом мы научились делать их непотрицательные. Потом мы освоили операцию отношения, там деление, там деление. Разделение. Появились рациональные числа в отношении к целых чисел, да? А после этого мы учились? Мы научились производить флаг для арты, как степень. А раз приняло степень, появились и рациональные числа. Раз мы учились на их комнату, появились комплексные числа. А потом мы поняли, что рациональное число – это процедурное вычисление. Когда мы начали вычислять, мы поняли, что бывает в этой ситуации, когда алгоритм, то есть процедура, вычисление зависает. И мы пришли к новому классу. Но, вообще-то, и в системе этих действительных чисел есть на самом деле периодические люди. Например, на самом деле это число, оно даже не записано. Тогда она записана рациональная, если она периодическая. Действительно, мы можем записать в форме рациональной. Согласен, они же не периодические, то есть, которые… А, да, да, согласен. То есть, их же даже не записать. Да, да. Это фактически, как ты говоришь правильно, алгоритм. Может, до какого угодно степени точности его вычислить, но, тем не менее, его не записать. Да, это тоже доказывается. То есть, кстати, интересный смысл, не помню тоже, как они называются. Доказывается, между прочим, что чисел, типа, пи-и-е, вот таким же, да? Которые не периодически было, туристично, тем не менее. Гораздо больше, чем, например, представимые корни из двух, или корни из трех, и всех остальных таких вещей. Или кублического корни из семи. Нет, ну, хотя бы здесь можно как-то записать, видишь, понятно. А тут там… Все-таки их пи-и-ей гораздо больше нет. Гораздо больше нет. Тоже это доказывается. Тоже важное значение. Ну, еще один полуточный класс нашли, да? В этом бесконечном расхождении по 100 единиц, двойки, тройки, четверки, множество математики. Ну, действительно, такое-такое есть. Так почему много таких подобий впереди? Ну, доказывается такое. Ну, есть, как бы числа, где, ну, условно, если записывать их десятичные, десятичные, это дроби? Да. Не периодически. Не периодически. Да, не периодически. Если запятой будет, это постоянно, то, ну, бесконечная цепочка и вот этих… Традцать лет числа, да. Разумеется, трансценные числа, да. Но трансценные числа, да, просто вот, иррациональные, но не трансценные. Я не помню, сколько знаков после запятой пи вычислили уже сейчас там. Много, да. Двадцать, что-то там. Не-не-не, там тысяча. Тысяча, тысяча. Тысяча. И, тем не менее, представьте, это все равно, это как бы только не дошли до конца, я еще, правильно? Да, до конца людей, возможно, это доказывается. Нет, самое интересное, это и состоит в том, что, фактически, мы периодически число пи, а мы не можем даже его вычислить. Мы записать не можем. Да. А и по-разному, что… Это же парадокс, что я отзываю. Зависание, как я говорила. Зависание компьютера, да. Их гораздо, гораздо меньше. Их гораздо меньше получается, чем… Игорь, про зависание компьютера здесь и науле пока. Да. Говорят, что компьютер не может его вычислить, он будет вечно вычислять и не вечно вычислять. Ну, это бесконечная некая штука. Ты двиг, 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 двиг. Переменея этот алгоритм, ты вот на каком-то шаге можешь оборвать, можно сказать, что вот твое число будет находиться посередине. Между этим зачинимайте обороны этого числа, где-то посередине. Ты это можешь сделать. А в той ситуации, вот я раньше зависаю, но он посредине. Поэтому вот это понимание частично-курсивной функции, оно как бы частично-курсивной… Вы как говорите, даже богаче похоже. И по-своему богаче, чем вот эта замечательная цепочка, когда ты на основании простого ряда натуральных чисел выкидываешь такое богатство арифметики. И вот есть еще одно, это ниша вообще для него. Я говорю, я не специалист. Было бы интересно это делать все ординарное. Что, да это ладно. Что у нас в корне изменилось и дниться. Там как вы договорились, и клиенту что это понимают. Но с точки зрения компьютера, там компьютер не умеет перейти в корне изменилось и дниться. Измена А, А, В, с определенного закона. Да, что когда, например, ты его… Ну, если честно говорить, запись не существует. Важно, что все равно это для него… Ну, это вот именно так с ним. Не, я понимаю. Важно, что для него, как бы, это все равно некий алгоритм, как бы. Да. Что комплекция числа, то, что мы обозначаем, то, что мы обозначаем, то, что штучка минус и дниться. Это, как бы, это алгоритм. Число пидный алгоритм, число лето в него алгоритм. Это всегда алгоритм для компьютера. Это везде алгоритмическая такая машина, какие у меня. Это не машинка вовсе, но человек может делать. То есть, когда человек через это имеет число Фибоначчи высчитывает. То вот он высчитывает. И начинается там один, следующее слово один, потом два, потом три, потом пять, потом восемь и так далее. Обходит сюда интересно, если мы пространство возьмем. Наверное, пространство не точно так возникает. Сначала возникло многомерное пространство. То есть, как мы? Мы знали только трёхмерное. Да, да, конечно, тоже, да. Тоже думаешь, что ли? А потом? Обобщение многомерное пространство. Многомерное пространство? Да. Узимое на пространство. Ну и так далее. То есть, в общем, волос становится, ещё какой-нибудь. Потом ещё какой-нибудь, наверное, как мы знали. В общем, фантазия человеческая. Это не фантазия. Интересно, смотрите, опыт, база очень маленькая. То есть, если на числа, то это целые числа. То есть, на пространство, то это трёхмерная, двухмерная, ну и одномерная ещё линия, условно говоря. Но всё равно база маленькая. А там всё остальное строится. То есть, мы понимаем только вот самую нижнюю, базовую, а всё остальное алгоритмы. Мы понимаем, что к нему можно прийти, путём вот как крутить, вертеть и как на этому примеру. Они существуют как вот эти алгоритмы, а каким способом мы в это место можем прийти. Мы в это место можем прийти. Мы понимаем. Если мы по задням алгоритмом будет действовать. Собственно ИН eh уже, это ведь на самом деле, университетов,あと штыкат. Как с помощью алгоритма прийти к чему-то? Да, интеграла, считай. Да, интеграла, как посчитать, холли, как посчитать и прочее. Причем сейчас уже калькулятор есть, и сейчас уже мы не умеем. Но все равно, на калькуляторе холли изменится не учится, что я не понимал, что это такое. Вот так, Аркадий, вот интересно. Я хочу сказать, что было бы интересно в этом разделе математики разобраться, потому что впечатление он, конечно, производит очень красиво. Не знаю, как картует, но я так бы немножко. Подговорим, вообще эти игры с числами, они политически привлекают не очень. Да, политически. Нет, просто привлекают. То есть, когда на простом объекте возникают интересные всякие продолжения. Прежде всего, интересно всегда заниматься простыми объектами. Когда объект сложен, там понятно, что там много чего может быть сложного. А когда объект простой, будут возникают какие-то интересные вещи. Это же как странно. Получается, у нас же вся математика в каком-то смысле среди навыков и арифметики. Ну, еще как-то с пространством, я не знаю, силовится они как арифметики или нет. Не очень понятно. Потому что пространство, это нечто другое. Ну, видишь, что даже может легче обвести, понимаете, тогда у тебя столбик с цифрами. То есть, они, на самом деле, это другая дисциплина, чем арифметика или силовится какая-то. Раз это они с помощью алгоритма сводили, но они сводили по конкретной проблеме, а не противоречились с математикой. Они как бы не свели живо-цезаловы в этом. Содержали в этом смысле по арифметике и все. Но они свели вопрос, а не противоречились с математикой к вопросу, а не противоречились с арифметикой. Поэтому это здесь вопрос. Я так хочу вам сказать, почему он здесь так настолько важен. Потому что он, как и попытка личности к органам в Сединице, задает, по сути, новый атоматический ответ. Попытка к пиву. Помните, издача под атом к органам? Неуживали, неуживали. А если ты постоянно пишешь, что она не решена? В 2000-е лет. В 2000-е лет она была большой проблемой, но ее уживали, неуживали. Но она привела под понимание трансцендентного числа, допустим. В том числе и нерационального числа. В случае, если в СССР будут эти проблемы с Землей, они привели к словому там. Да, да. Но это был разлом математики. Это не означает, что нам поступает, как Александр Малычок. А давайте мы это, сократим то, что привели к этому самому. И будем-то недовольны счастливы. Нет здесь никакой проблемы. Да есть. Есть настолько, что они повождают специальные даже новые разделы математики. Это, наверное, как бы магиологические лица были... Да, 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 да. Ну, как? Самое интересное здесь... Ну, я не знаю, как ответ на это, как с Бальдобреем. Может быть, это не самый лучший пример. А самое интересное, что, в принципе, логические парадоксы и проблемы, возможно, то же самое парадокс Ялгу. Надо использовать это в таком смысле, да. Может быть, можно из них создавать некие объекты, с которыми... Ну, Ялгу тоже похожа на такое. Может, тоже импульсивно, что? Да, импульсивно, конечно. То есть, надо, ты тоже забрать и посмотреть, что... Как раз Ялгу больше похож на кодные синицы или синицы, да? Ну, а что там? А как раз ялгу, 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 ялгу. Ну, ладно, вот, он похоже, что такое Ялгу. Ну, ялгу просто, можно сказать, высказывая, это высказывание уже. Это означает, что... Это похоже, что эта машинка не организована, но может истинно к нему быть, зачем сама по себе. Поэтому... Нет, просто надо одно здесь заметить. Что мы вообще обсуждаем? Мы обсуждаем то, что по парадоксу можно... Проблема логическая может быть двумя способами. Можно просто пытаться как в кавычках «разрешать» и тебе в самом деле говорить, что вот так поступать нельзя, потому что законы логики не разрешают. Нельзя искорить, минус-инус брать. Да, запущено. Прещено. А можно пытаться так, что они заразвители из этого разговора много объектов. Нельзя ли потом с этим новым объектом, может быть, продвинуться, например, в области математики, в области тоже логики. На конце концов, введена же многозначная логика. Да. Или там модальная логика. Там пытаются какие-то какие-то вариации делать. На базе логического пытаются точно так же распространять какие-то... Что-то варьировать, брать там. Варьировать его значения. Там, наверное, значит, логика. Да, конечно, конечно. Поэтому, как бы, то, что нам предложили Александр Малычок, по сути, Кипиконовой использовали. Ну, давай-ка, мы говорим, что исключение, что мы закрываем путь и там, где она дает какие-то такие странные негативные для нас результаты. А если бы не исключать? Это тоже способ, когда мы выбрали корень из пяти, шести, а туда предложили взять корень из минус двух, скажем. Ну, есть два ответа на этот вопрос. Первый вопрос в смысле Александра Балычокова говорит, а мы не будем определять функцию корня на отрицательное число. Второй ответ, о котором я сегодня говорил, а давайте попытаемся осмотреть функцию корня на отрицательное число. И мы получим всю красоту термофункции комплексного перемена, в том числе с уникальным, красивым, бесподобным, простым способом интегрирования, последствиями суммирования вычетов. Да, 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 как раз я подумал про это. Про вычетов. И мы получим вычетов, можно сказать, что мы не получим физику, не математику, ничего только мы здесь не получим. Но здесь нам надо сделать, не зависать, как с проблемой землёй, не с проблемой корня на отрицательном числе, а идти вперед. И вот эта ситуация частично-инферсивной функции, она, по большому счету, по-моему, то есть люди математически над этим работали. По крайней мере, есть, значит, разумность, да, может, разумность, очень дать и подумать. Я думаю, я желаю, что жизнь прошла, а такое количество математических теорий не лучше. Я думаю, что мы не математиком. Сейчас эти математики, там, в рамках общей деятельности, чисто так математически, не набирая скорости физической интерпретации, посчитали скорость передачи информации и шлифуют, что она возможна выше скоростью света. По-моему, скорость передачи информации? Ну, скорость сигнала, грубо говоря, скорость света, то есть можно достигнуть скорости выше, чем скорость света. И это не противоречит теории, но это показывает математическим математическим. Я могу сказать, что у тебя бывает, что скорость света ненациональная эта штука может быть выше, скорость в этой санкции, о которой мы говорим о константах. Ну, такое может быть, да, в общей деятельности? Там, на самом деле, парадокс возникает с пересечением от этого конуса, там, в космосе временного. Там же может быть скорости и больше скоростей. Ну ладно, на тебе нет отношения уже к доказу. Нет, для математики, в случае для математики, можно, в принципе, все, что угодно. Как как математика перенести на физическую реальность, и претендовать полученные результаты математики, это уже второй вопрос. Тот же корень из них соединится, там, когда математика, то есть, когда он уже не имеет какой-то физической реальности. Некий внутренний конструкт, который позволяет, то есть, некое промежуточное звено, которое позволяет потом перейти к каким-то результатам, которые уже потом интерпретируются в нашу реальность. То есть, помнишь, там какие-то есть интегралы, которые аналитически не решаются никак. А с помощью введения этого числа, и это комплексом, да, и интегрирование получше, там, там, получается, и не будем решать интегралы. Посчитать. Посчитать все, да. То есть, это не аналитически, а аналитически посчитать. Это же группы, на самом деле. Это же группы, на самом деле. А? Включим. А? Нет? Нет. Ну, там речь идет о том, что у тебя есть некоторая интеграла, вот здесь, например, бесконечности на бесконечности, да. И ты его берешь и продолжаешь, как бы, на комплексную область. И существует такая теорема, что на основании под интегральной функции, там, какая-то интеграла, ну, скажем, под x, от много бесконечности до бесконечности, да, ну, то сумма cf, ее можно размножить в ряд и получить, значит, Возьми другое. А, тут плохо пишут, да. Можно назначить ее в ряд, таким образом, что ты можешь получать сумму, например, единица на x квадрат с коэффициентом, там, b, там, на x, плюс, там, c, плюс... То есть, это похоже на Нателлера, но у тебя есть еще и толпы, как бы, да, вообще главная функция. x квадрат. Тут будет единица на x квадрат и так далее. Ты вот так его раскладываешь. То есть, это ряд n, но уходящий еще не... Когда по xn раскладываешь, наверное, ты еще может быть 30 часов. А ты функцию f эту таким образом раскладываешь. И вот, оказывается, что у тебя здесь вот образуются вот эти самые b подинетные x, вот эти так называемые уничтые. Они могут находиться здесь, здесь, где угодно. И получается, что когда эту функцию так замыкаешь по этому контуру, сюда идешь, сюда, так, сюда, то у тебя интеграл по вот всему этому углу контуру ради суммы вычетов этой функции, находящейся вот здесь. Внутри, да, в буквальном смысле суммы. Да, в буквальном смысле. А поскольку сейчас удаётся понять, что вот этот интеграл через бесконечность, он равен номер, и функция так устроена, часто вот такое бывает, где углевается по ней, то получается, что вот такая вот функция, вот эта dx, она умеется суммой вычетов. Ну, и самое интересное, что это, ладно, внутренняя теория ТФКП, а что какие-то аналитические функции, то есть интегралы по аналитическим функциям, которые в явном мире записываются без использования вот этого i, да, кроме 1, 1, 1, они решаются в аналитических уже функциях, но только с использованием, вот так в бомежуточном использовании, вот этой теорией, а интегралы получат. Просто иначе это и не получить никак, иначе это не убедить, результат. Да, сильно-сильно улетал в конце XIX века, очень. Два-трофайта, два-трофайта, два-трофайта. Тоже его рекомендую. Ну, вот, так. То есть вот так. Субтитры создавал DimaTorzok